Дуэль Ваше любопытство требует удовлетворения? Мы к вашим услугам! Глава одиннадцатая, из которой вы узнаете, из-за кого маркиза Денесли чуть не потеряла ухо? Соблюдались ли правила в женских поединках? Почему дамы дрались топлес? И какой комплимент не понравился леди Брэда? Одним осенним утром маркиза Денесли и графиня Деполиньяк отправились в Балонский лес. Однако дамы не планировали совершать совместную прогулку. Они собирались сразиться на дуэли. Поединок должен был состояться из-за мужчины, герцога Ришелье, дальнего родственника известного кардинала. Лавелас и дуэлянт, харизматичные и обаятельные. Герцог был крайне тщеславен. Отсутствие знаний и талантов не мешало, однако, ему получать звания, привилегии и почести. Людовик XV называл его не иначе, как «моё милое ничтожество». Свои любовные похождения герцог подробно описывал в мемуарах. Графиня Деполиньяк была в безумных амурах от моего кокетства. Они будут драться, чтобы заполучить меня. Если, конечно, обе не будут убиты. Луи-Франсуа Арман Дюплеси, герцог Де Ришелье. Обе дамы питали Клуи де Ришелье романтические, но не совсем бескорыстные чувства. Дуэль шла за место фаворитки герцога. Термин «официальная фаворитка» употреблялся только по отношению к королевским любовницам. К примеру, на прогулках-променадах спутницей короля была официальная фаворитка, а не королева. И это было закреплено этикетом. Придворные участвовали в таких прогулках строго по приглашениям и сопровождали их, как правило, не жены. Так что возлюбленная вельможи могла войти в круг официальной фаворитки и получить определенное влияние при дворе. Существует несколько версий того, на каком оружии проходила эта дуэль. Графиня де Полиньяк ранила свою конкурентку в амурных делах. Маркиза Денессель чуть не лишилась уха. Однако это никак не повлияло на ее отношения с герцогом. Ухо после ранения зажило, а Маркиза сохранила за собой статус пылкой и преданной фаворитки. Женская лихорадка, она, наверное, охватила Европу примерно в те же самые столетия, что и в целом дуэльная лихорадка. Смертность на женских дуэлях была гораздо выше, нежели на мужских. Это, как правило, в 8 случаях из 10 заканчивалось летальным исходом в противовес мужским дуэлям, где вот такая пропорция составляла 4 к 10. Высокую смертность женщин в поединках можно объяснить, во-первых, отсутствием боевых навыков владения оружием. Ведь так просто в дуэлях по правилам пропустить укол и на боль отреагировать эмоциональной атакой, которую противница не сможет толком отразить. Во-вторых, и сами правила в женских дуэлях соблюдались крайне редко. Для официальных властей женские поединки не существовали, а, следовательно, и наказание за них не предполагалось. А значит, можно было позволить себе больше больности и подлости. Ведь разглашать детали поединка все равно никто не собирался. Уж если женщина пойдет на убийство, у нее хватит хладнокровия воспользоваться его плодами, не впадая в такую сентиментальность, как раскаяние. Агата Кристи Участие в дуэли могло бросить на репутацию женщины еще большую тень, чем само оскорбление. Поэтому о таких стычках не писали в дневниках и письмах. Их детали держали в секрете, а к самим поединкам привлекали как можно меньше посторонних. Секунданты в женских дуэлях принимали участие. Как правило, это были тоже женщины. Очень часто гувернантки выполняли роль секундантов, а участие они принимали действительно самые разные. И зачастую они становились одними из участниц этих коллективных дуэлей. Разумеется, держать в тайне все женские поединки было невозможно. Дамы, особенно высшего света, старались быть в курсе всех интриг. А возможность опорочить соперницу – неплохой повод упомянуть ее грехи в своих записях. Именно благодаря таким запискам и мемуарам таких кавалеров, как Луиды Ришелье, готовых с легкостью пожертвовать репутацией дамы ради возможности прихвастнуть, до нас и дошли сведения о женских боях. Один из них вошел в историю как дуэль нижних юбок. А началось все с того, что к леди Брэдок как-то приехала в гостье. Леди Альмерия Брэдок – дама высокого социального статуса. Могла похвастаться безупречным воспитанием и неувядающей красотой. В один из дней 1792 года дом леди Брэдок посетила ее знакомая – мисс Эльфинстон. За чаепитием гостья решила сделать хозяйке дома комплимент, сообщив, что, насколько она слышала, перед леди Брэдок не мог устоять ни один мужчина, так как она была очень красивой женщиной лет 40 назад. Леди Брэдок тут же заметила, что ей не исполнилось еще и 30. На что Эльфинстон заявила, что, по ее данным, леди уже отметила свой 61-й день рождения. Невысокий социальный статус, невоспитание не позволили леди Брэдок не простить, не принять комментарий за шутку. Дуэль была назначена немедленно. Сначала дамы решили обменяться выстрелами. А уже потом, если никто из них не будет ранен, перейти на холодное оружие. Что касается дуэльной одежды прекрасных дам, чаще всего женщины дрались в костюмах для верховой езды или охоты. Корсеты, которые всегда обладали особой прочностью, полагалось снимать. Иногда, для достижения большей маневренности, женщины оставались в нижних юбках и рубашках. Век рекламы, нещадно эксплуатирующий эротические сюжеты, не мог оставить тему женских дуэлей нераскрытой. Появилось огромное количество открыток с изображением поединков, где дамы дрались топов. Такие дуэли действительно были. Но обнажались дамы не ради пикантности, а из соображений безопасности. Ткань могла попасть в рану и спровоцировать заражение. Конечно же, в таких дуэлях принимали участие только женщины. Слуг и лакеев оставляли в стороне. Им полагалось развернуться спинами и не поворачиваться ни при каких обстоятельствах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это был удар через вращение. В зависимости от цели бойца удар может выполняться с защитой, с ранением, со сменой мест. В театре и кино вы часто можете видеть подобный красивый элемент. Но в реальном бою, скорее всего, он выглядел бы так. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но мы не в реальном бою. Смотрим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ Леди Брэдок ранила свою обидчицу в руку. Эльфинстон была вынуждена признать свое поражение и принести хозяйке дома письменные извинения. Можно сказать, это был образцовый поединок, проходивший по общему дуэльному регламенту. Однако женщины склонны везде и во всем нарушать принятые правила и законы. Поэтому многие женские дуэли отличаются особым коварством. Дамы нередко пользовались непозволительными ходами. Они смазывали клинки раздражающими мазями, стреляли неограниченное количество раз, вовлекали в поединок секундантов. Иногда не только способ ведения боя, но и выбор оружия был крайне экстравагантен. Одна из, может быть, интересных таких дуэлей, дуэль в которой принимал участие Жорж Санд из Ференца Листа, с тогдашней его возлюбленной Мари Дагу, дамы устроили так называемую дуэль на когтях или на ногтях, когда заперлись в комнате и выясняли таким образом между собой отношения. А Ференц Лист, несчастный, находился все это время в соседней комнате и ждал, чем все это закончится. Но, слава богу, все остались живы. Но Жорж Санд сочла уместным уйти с дороги своей конкурентки. Какими бы милыми и обворожительными ни казались светские дамы в обществе, на дуэлях они позволяли себе вольности и мало чем были похожи на сдержанных, благовоспитанных красавиц. Вопросы женской чести и репутации всегда были особо щекотливым предметом. Их решению полагалось придавать минимум огласки. А на пути к победе дамы не брезговали никакими способами достижения цели. Ведь доброе имя должно было быть восстановлено, чего бы это ни стоило. Редактор субтитров А.Семкин